Здравствуйте, дорогие соотечественники! Так устроен мозг человека, что мы очень часто, чтобы понять какие-то вещи, явления, то, что происходит с нами и вокруг нас, используем такой прием, я бы даже не сказал прием, это нечто естественное, встроенное в мозг человека, в нашу культуру, то, что древние греки называли словом аналогия, еще они говорили метафора, то есть какое-то подобие, сходство. И вот, занимаясь последнее время физикой, астрофизикой черных дыр усиленно, я вдруг словил себя на том, что слово «черная дыра» — это такой объект космический, который обладает чудовищной гравитацией, все притягивает к себе, и по дороге вот это вещество, которое засасывается в эту черную дырю, разрушается, светится, производит фейерверки. Короче, это вот такой космический спектакль, вот это некая яма такая, куда вся материя исчезает. И вот я подумал, а если сравнить это с поведением общества и представить себе, что «черная дыра» — это ненависть, это фобия, это ксенофобия. И вдруг мне подумалось, это страшная вещь, когда масса людей вдруг начинает ненавидеть других людей, только потому, что они ксения, по-гречески, кстати, опять греческое слово, ксенофобия, ксения — это как бы чужой, чужие, другие, афобия — это страх, это ненависть и все такое. И вот мы видим, что человечество опять в последнее время, и это не только на уровне целых огромных социумов и цивилизаций, но даже на уровне любого народа, любых граждан какого-то государства, мы видим, как в последнее время поднимается вот эта страшная волна ненависти, ксенофобии, нелюбви к другому, к другому образу мышления, к другому стилю поведения. Вместо того, чтобы учиться и понимать, что мы все от одной мамы, мы одинаково устроены, и нас отличают только наши культуры, мы вместо этого начинаем ненавидеть точку зрения другого, его культуру. И мы знаем, чему это приводило не раз человечество. Мы знаем историю погромов, мы знаем историю Холокоста, мы знаем, как в Белоруссии сгонялись и сжигались целые села, та же самая знаменитая Хатынь. Я учился в Минске, посещал эти места и слушал, что рассказывали старики. Вот это ненависть, вот это желание представить другого человека, человека другой национальности, другой культуры в виде некого не-людя, не-человека. И тем самым тот, кто поддается этому чувству, сам становится не-людем и не-человеком. И самое страшное это то, что политики культивируют это, культивируют сенофобию. Это их способ контролировать своих избирателей и получать вот таким неправильным, страшным способом добытые голоса. Чтобы обсудить вот эту страшную черную дыру, которая затягивает массы людей, которую мы называем ксенофобией, мы пригласили в студию Роберта Западинского. Человека, который обладает очень большим, очень структурированным жизненным опытом, который видел очень многое, будучи журналистом, он, как и Валерий Демидецкий, прошел, как говорится, через огонь, воду и медные трубы. И вот то, что он вынес оттуда, какие истины он понял, особенно в связи вот с этим явлением ксенофобия, мы пригласили сегодня его в студию. И пусть он нам расскажет о том своем опыте, об опыте его народа, об опыте других народов и о том, насколько опасно поддаваться вот этим звукам сирен, сирен ненависти, мании и фобии. Добрый день, Роберт. И вот я, может, в своем таком затянувшемся предисловии, я вот упомянул такие слова, как Холокост, это когда погибли многих миллионов евреев, Хатынь, это слово, я учился в Белоруссии, знаю, каждый четвертый белорус во время войны был уничтожен, только потому, что он был белорусом. Все эти явления страшны еще потому, что, к сожалению, этому было очень много пособников, и не только со стороны, скажем, оккупационных войск, войск СС и так далее. К сожалению, очень многие жители этих стран были стукачами, пособниками, сами грабили, пользовались, так сказать, вот этим моментом. То есть вот это чувство ксенофобии, это чувство и расизм сюда входит, и многое другое, оно оказалось очень страшным по своим последствиям. И когда вот сейчас мы видим, что там русские, там, ищи Адиада, с другой стороны мы слышим, американцы ищи Адиада, все ищи Адиада, арабы ищи Адиада, все ищи Адиада. Ребята, так совсем недавно в Сирии мы помним, только мудрость военных России и Америки спасла мир от вполне возможной эсталации чуть ли не начала Третьей мировой войны. Вот чему приводит эта ненависть. Вот что ты можешь сказать, вот исходя из своего опыта, опыта твоего народа, опыта своих друзей из других национальностей, встреч с очень знаменитыми и мудрыми людьми, дипломатами, государственными деятелями, что ты вынес, вот как журналист с большой буквы из всего этого потока моря событий и мнений. Виктор, вы затронули очень важную тему, она действительно очень актуальна и с некоторых пор стала актуальной для нашей республики. Мне не хотелось бы касаться последних событий, не хочу называть этого политика, но все мы его слышали, все мы его знаем. Вместо того, чтобы вести цивилизованный диалог со своими оппонентами, а я считаю, что слово «враг» в данном случае не подходит, потому что и те, кто сегодня у власти, и те, которые сегодня в оппозиции, у них одна цель – сделать это государство лучше, привлекательнее и так далее. Но у каждого есть свой путь к этому. Я говорю о последнем выступлении лидера партии Шора, когда он заявил, что надо повесить чуть ли не тримфальные арки каких-то своих оппонентов, кого-то загнать под плинтус и так далее, и тому подобное. Меня эти слова задели только в том смысле, что мы живем в многонациональной стране, где еще недавно все эти процессы стояли очень остро. Сегодня вроде бы таких процессов нет. Я надеюсь, что никогда мы не вернемся в 90-е годы, когда по улицам этого города ходили демонстранты и кричали «евреи в Днестр, русских за Днестр». Я хочу, чтобы тот хрупкий мир межнациональный, который установился в нашей республике, оставался таким и развивался, и дал возможность каждому, кто называет себя гражданом Молдовы, чувствовать, что он у себя дома, у себя на родине, и что у него такие же права, как и у тех, которые сегодня имеют титульная нация. У меня вот такой вопрос. Он естественный. Вот смотри, вы оба по национальности евреи, да? То есть народ очень древний, народ Библии, народ предания. Народ аврамический, по которому не только христианство, но и по этой линии ислам пошел развиваться. Мы это все знаем. Ведь так, если говорить по большому счету, он, конечно, во многом прав, потому что уровень того, что творится у нас со стариками, с вот этими неимущими, со всеми бедолагами, он любого человека может вывести из себя. Я здесь его, Илона, понимаю. Но в данном случае, вы как люди одного древнего народа, вот тебя что смутило? Вот в этом именно ненависть? Или что? Меня смутила крайность суждений. Я считаю, что экстремизм, радикализм в наших взаимоотношениях в области политики не должен быть. Мы не должны опускаться до уровня, как он говорит, того самого Плинтуса. Мы должны цивилизованно вести диалог. Я не хочу сейчас касаться этой темы по одной простой причине. Придет время, оно все растает по своим местам. Но я, меня, например, это очень задело, потому что еще недавно, еще недавно, то же самое кричали нам вслед. Я помню, как я встречался с лидером Народного фронта, тогда руководил еврейской общиной Республики Молдова, и высказал те самые, будем говорить, обиды, потому что, в принципе, я считаю, что все на этой земле мы равны. Мы пришли сюда, конечно, в разное время, но мы долгое время живем вместе, и мы должны делать все возможное, чтобы уберечь тот мир, который есть. Какой бы национальности или каких политических взглядов мы не придержали. Мы должны вести просто цивилизованное дело. Вот к чему я призываю. Все остальное, я считаю, любое впадение в крайности, типа повесить, уничтожить и так далее, это тогда мы опускаемся на уровень тех, против кого воевали наши отцы и деды в Великую Отечественную войну. Это так. Я не хотел бы, потому что вот с этой ненависти, эскалации ненависти, и начинается то самое слово, против которого выступает весь мир, фашизм. Он начинается именно с эскалации и желанием унизить одну нацию и приподнять другую нацию. Вот если посмотреть вот на события в последнее время, да куда ни глянь, что тебе Прибалтика, что тебе Украина, что тебе Ливан, что тебе Сирия, что тебе Россия, Соединенные Штаты, просвещенная Европа. Мы везде видим, да вот в Германии в последнее время тоже начинаем наблюдать, тоже во Франции, да всех это касается. Вот то, что политики пытаются на вот этих вот ксенофобских идеях зарабатывать себе очки, и в результате что получается? Небольшая кучка людей, которые там 10% часто не достигают, могут создать такую накаленную атмосферу в обществе, до того довести это общество, страны, даже страны не только внутри, но и между собой, что мир оказывается на грани мировой катастрофы, как мы это недавно, вот только что говорили о том, могло случиться в Сирии. Когда еще шаг, и я смотрю, хватает и астребов, и в Конгрессе США, и в Думе России, некоторые иногда такое говорят, что с одной, что с другой стороны, что ну просто становится жутковато за будущие планеты. И с другой стороны, если мы посмотрим, вот у нас конкретно закон о языках, ведь берут и объявляют, что оказывается он устарел. Вот что ты можешь сказать насчет этого закона, насколько опасно играться с этими вещами? Я позволил себе маленькое лирическое отступление. Я был одним из тех, кто входил в комиссию по написанию данного закона. Непосредственно принимал участие. Непосредственно участие. Главы еврейских языков в Республике Молдова, написанные мной и академиком Удлером. Поэтому, как создавался этот закон, и насколько он устарел, наверное, все-таки я имею право судить. Как один из авторов. И мы имели возможность посмотреть, что в течение вот этих десятилетий, вот это и при Советском Союзе еще закон, насколько этот закон спасал и выручал все наше общество от этой самой ксенофобии и экстремизма. Виктор, я позволю себе сказать комплимент в адрес вашего отца. Он был председателем комиссии по написанию этого закона. Иван Сеонов Гаврилович, мы постоянно контактировали. Должен сказать, что к разработке этого закона мы подошли творчески, меньше всего руководствуясь какими-то личными интересами или желанием чем-то блеснуть. Мы прекрасно понимали, что этот закон, будем так говорить, вот я вспоминаю первый парламент, как бы к нему ни относились, но я в первом парламенте было немало по-настоящему творческих людей, людей, которые любили эту землю, любят ее, и которые хотели этой земле только счастья. Поэтому считаю, что в конечном итоге закон получился. И как сказал когда-то ваш отец, он говорил очень, он сказал, что этот закон обращен в будущее. И когда я прочитал, что он устарел, я не мог понять только одной вещи. Как закон обращенный в будущее вдруг устарел. И второе. Если говорить откровенно, вы знаете, я не так давно встречался с сенаторами, конгрессменами Соединенных Штатов и Канадой. Они приезжали сюда по вопросу прав человека, по вопросам свободы СМИ, и мы имели доверительные и долгие беседы. Должен сказать, одна очень интересная мысль, прозвучавшая от американского сенатора, Тевора, который сказал, что у вас замечательные законы, они написаны, но вся беда, что эти законы не работают, что этим законам не дано практическое применение. Вот так и с законом о языке. Если бы сегодня этот закон работал, я думаю, у нас бы не было бы много проблем. Потому что, в принципе... То есть, его бы по-честному и правильно применяли. Если бы по-честному исполняли, то сегодня бы наши дети говорили бы, какой бы они не были националисты. На нескольких языках. На нескольких языках. И для них не было проблемы изучения языка, мне уже трудно сказать, как его назвать. Потому что в Конституции он записан, молдавский. Приняли поправку, что он румынский. Но если говорить о гордости, мы не имеем права, как не являясь носителем этого языка, не имеем права давать ему название. Его должен дать коренное население. Мы считаем, что закон этот, уходим по среднему населению государственной, его бы тогда знали все. Я всегда привожу такой простой пример. Вы знаете, что в свое время, в 90-е годы, когда у нас здесь, как говорится, состоялся парад субернитетов, многие люди, видя, что приходит совершенно новая жизнь, и не готовы к этой новой жизни. Плюс, как вы говорите, ко всем этим процессам добавилось ксенофобии. Многие люди, евреи, немцы, заспешили на историческую родину. Чему я веду этот разговор? В Израиле вы знаете государственный язык иврит. Люди приезжают, в течение полгода изучают иврит, и потом идут на государственную службу работать. Мы в свое время начали создавать курсы, кружки по изучению государственного языка. Если бы все было бы с любовью, уверен, сегодня бы большая часть... То есть нашего государственного языка, когда создавали, и, кстати, и ГГУ зажалуются, они говорят, вы хотите, чтобы мы говорили на государственном языке, а где для нас учебники, где кадры, где программы, где средства финансирования. И я с ними согласен. На 100%. Нет, я с ними 100% согласен. Более того, могу вам сказать, мне кажется, вся беда, что у нас нет методики преподавания государственного языка. Если бы у нас была бы настоящая методика, мы бы сегодня не имели бы этой проблемы. И не возникали бы вот эти споры на бытовом уровне, кто на каком языке говорит. Теперь возвращаясь ко второй позиции этого закона, о том, что существует язык межнационального общения. Значит, должен сказать, что вокруг этого вопроса были очень большие споры в самой, внутри комиссии. Сегодня можно об этом говорить откровенно. Это 27 лет назад было. Но чем мы руководствовались тогда? Мы руководствовались только одним. Применением этого языка в нашей жизни. Самолеты летали у нас очень часто. Большая часть, как говорится, авиарейсов совершалась на Россию. Также работал железнодорожный транспорт. А на всем протяжении железнодорожного транспорта, движения и авиации существовал один язык. И поэтому тогда ко всем тем проблемам, которые мы знали, исходят изнутри, добавились проблемы общенациональные. И мы тогда с легкостью приняли положение о том, что русский язык является языком межнационального общения. Вот, кстати, Роберт, извини на секунду, так, чтобы с отечественниками нашим было понятно, потому что нам кажется, как бы все это знают, а новые поколения и не слышали об этом, чем, кстати, и пользуется вот эта ксенофобская пропаганда, да, а другие люди более старого поколения, мы же не знали всех этих тонкостей, вот, и что я хочу сказать, я спрашивал тогда отца, пап, а что ли сделать там проще, вот, два государственных языка, он говорит, сынок, нас не поймут, потому что те, которые, вот эта мания русофобии, волна, она поднималась уже и тогда, они это неправильно поймут. Самое главное, чтобы по сути закон и наименование были правильными, поэтому он говорит, пусть государственный язык будет молдавским, а язык межнационального общения, на котором могли бы и гагаузы, и русские, и болгары, и евреи, и армяне, все поляки, все, кто вот у нас разные национальности присутствуют, могли общаться, то есть, некий такой дополнительный общегосударственный, вот, издается указ на молдавском, и тут же параллельно на русском, дело посудопроизводства, дело производства, если человек не знает государственного языка, тогда на языке межнационального, и это снимало все вопросы без вот этих политических и всяких вот ксенофобских выдохов. Она не просто снимала, она снимала, самое главное, напряженность взаимоотношений между нациями. Великолепное слово. Я хотел сказать, как его, и ненависть. Если бы это было бы, было бы сегодня так, и все бы осталось в силе, я уверен, были бы совершенно другие взаимоотношения. Но мы сегодня в суде, все процессы проходят на государственном языке, большая часть документации не переводится на русский язык. То есть, не создав с одной стороны систему изучения государственного языка, мы резко перешли на государственный язык. И тем самым мы эту часть населения отталкиваем от общегосударственного строительства. Люди начинают себя чувствовать как бы лишними. Это страшно. Это, наверное, страшно. Отчуждение. Я считаю, что те, которые сегодня хотят этот закон переписать, пересмотреть, им волей и не волей придется вернуться к этой теме по одной простой причине. Потому что хотим мы, не хотим. Русский язык всегда жил на этой территории. Он не привнесен суда, извне. Оккупантами, как нам говорят. это раз. Естественно, прижился. И второе, как бы там ни было, это шесть международных языков, входит шесть. по организации объединенных наций. Если кто бы не приехал, если начинается какое-то общение, легче, конечно, перейти, как его, на русский язык, потому что мы всегда найдем переводчика, который переведет и на немецкий, и на английский, и на суахили, и на любой язык. Кстати, когда я был послом в Пекине, я помню, вот мы встречались послы, как говорили, постсоветских республик. И вот с нами были и Прибалты, и грузины, и все национальности. Как ты думаешь, на каком языке мы все говорили? Начиная с Прибалтов и кончая? На русском. На русском языке. И никто не видел, что говоря на языке вот этой культуры Достоевского, Пушкина, Гоголя, что мы этим принижаем свои нации, свои народы. Вы знаете, я считаю, что знание языков делает человека мудрее и умнее, потому что волей-неволей ты прикасаешься и открываешь для себя новую культуру. Но что бы мы, как говорится, не говорили, знаешь государственный язык, я не хочу его называть ни румынский, ни молдавский, пока не определятся уже окончательно. Значит, в конечном итоге ты притрагиваешься к творчеству того же Александрия, ты читаешь в оригинале и Минеску. И ты понимаешь... Дмитрия Кантемира, который нас писал еще во в каких временах. Вы знаете, в городе Монтрео, в Швейцарии, есть такая прекрасная набережная, называется она, набережная цветов, и там есть сквер. И в этом сквере стоят три памятника. Как вы думаете, кому там поставили памятник? Чтобы не гадали, я скажу следующим образом. Там стоит памятник Николаю Васильевичу Гоголю. Там стоит памятник Чарли Чаплин. А третий памятник стоит Михаиле Минеску. Это в далекой Швейцарии. Да, в далекой Швейцарии. И написано, что это последний романтик Европы. И самое удивительное, что на самом деле Венгер, Шандар, Петтофе и Михаиле Минеску, а Михаил Минеску так был вообще последним, великим романтиком Европы. Это верно. И мне кажется... О нем Бернард Шоу тоже великий шоу. Представляете, вот на таком маленьком пятачке стоят эти три памятника. О чем это говорит? Это говорит о величии культуры. Чем выше культура людей, тем меньше ксенофобии. Это мое личное убеждение. Потому что культура порождает совершенно другие эмоции. Настоящая культура. Она порождает положительные эмоции. С желанием... Сближает людей. Конечно, сближает они, разъединяет их. А чтобы закончить тему языке, хочу сделать такую маленькую ремарочку. Вы знаете, удивительная вещь. Ведь когда мы создавали этот закон, я помню, как ваш отец предложил, давайте мы каким-то образом сделаем так, чтобы в закон о языке вошли и еврейские языки. Так вот, на всем постсоветском пространстве был принят этот закон, где было прописано два еврейских языка. Идиш и еврей. До сегодняшнего дня ни одна республика, бывшая, страна, которая была создана в постсоветском пространстве, не имеет в своем законе языке, как его прописано, что было прописано на названии еврейских. Это был тогда один из самых продвинутых законов о языке, который сейчас какие-то умники вдруг считают, что он устарел. До него еще не доросли, а уже его считают. Что-то заммание объявлять что-то устарелым. Таблица умножения, давай законодательно скажем, таблица умножения устарела, два плюс, два отныне будет сколько вам надо. сколько вам надо. Что это такое? Самое интересное, ведь когда мы готовили этот закон, я вспоминаю отдельная большая, как говорится, группа вопросов. Подключались такие, будем говорить, светилые, такие знатоки государственного языка, как Мандекану, Аббады, люди, которые сегодня... Кстати, забытые имена и Мандекану, и Аббады. Очень жаль. Образованные люди были. Я вам скажу, что в свое время, когда я работал в АТЭМ, мы первые в Доме печати сделали курсы по изучению молдавского языка, государственного языка. И на этих курсах преподавал Мандекану и Аббады. Вы не представляете, сколько людей из Дома печати, из русскоязычных среды, приходили послушать эти лекции. на этих замечательных людей. Какой интересный мир они открывали для себя. Пословец, поговорка, сказаний, всего. То есть, русскоязычные открывали целый мир. Целый мир открывали для себя. Это правда. фолклора, культуры. Это великое дело. И заметьте, вот и Мандекану и Аббады, они жертвовали своим личным временем. Да. Они жертвовали какими-то, может, своими делами, которые в это время надо было. Они были очень заняты в обзорах в редакции переводов, когда идет поток информации. И как в ответ на вот это их желание раскрыть мир собственного народа и собственной культуры, как тонко отвлекались эти видавшие виды, как говорят журналёги, эти мастера-пера. Вот эта искренность прожитала искренность. Да. И желание сблизиться и знать язык. Прекрасный пример. Если бы мы сохранили бы эту атмосферу тех первых лет, когда действительно люди ходили на курсы, потому что считали, что ну как же, ты живешь на этой земле и ты хотя бы не знаешь основное количество тех слов, которые помогают тебе общаться с соплеменниками, с теми людьми, которые являются носителями этого языка. Я думаю, что вот это с уважением, с уважительного отношения к друг другу и начинается наше проникновение в мир друг друга. А если мы будем говорить, что какие у американцев плохие, русские плохие, вот те такие, те сякие, мы никогда не сможем понять ни их культуру, ни их менталитет, ни их устремление, и тогда для нас это все будет очень чуждо. И вот с этого начинается та самая вражда и та ненависть, с которой вы начали нашу разработку. Та самая черная дыра, которая засасывает в себя человека, его психику, его мировидение и превращает его из человека в нелюдя. И вот я считаю, что и Холокост, и Хатынь, и вот истребление, между прочим, мало кто знает, 300 тысяч жителей Нанкина было японскими оккупантами истреблено только потому, что они были китайцами. То есть мы видим, что эти трагедии затрагивали да все народы, куда ни глянь, везде, где вот это мнение о собственной исключительности, вот это вот ненависть, желание другого представить не человеком, как раз оно и делает из человека не человеком. И вот тут у меня возникает такой вопрос. Я замечаю, что покидают нашу страну не только представители других национальностей, а в последнее время основной вал это сами коренные молдаване. Особенно обидно самое активное население. Молодежь заранее уже заточена готовиться на это. Насколько я понимаю, главное богатство страны, вот судя по Китаю, Япония поднялась, не имея никаких залежей, ни урана, ни угля, вообще ничего, и вон как. Это люди. Вот та же Швейцария, ну что там, ну горы, скалы там, и какая развитая экономика, а Швеция, или Норвегия, сплошные фьорды, Финляндия, посмотрим, страна, которая вот подавила в себе эту ксенофобию, и вот мне кажется, в чем сила Финляндия, вот мы говорили со Степаником, как-то обсуждали эту тему, он и в Китае бывал, и давнешний государственник, что Финляндия не пошла по пути, или только на запад, или только на восток. Финны сказали, мы финны, и мы идем нашим путем. У нас два языка, основной финский, но есть еще и шведский, и там нету вот этих политикам запрещено шрибать между собой вот этих жителей. А в Швейцарии вообще, что не кантон, там свой говор, свой язык. Вот скажи, пожалуйста, вот вот это путь, который говорит о том, что ребята, смотрите на себя, смотрите на свои проблемы, не поддавайтесь вот этим вот всяким фобиям, что одного, что другого толка. Насколько сейчас назрела необходимость выбора людьми именно такого пути? Я скажу так, вчера мы как раз тоже встречались с одним очень известным политологом, он мне сказал такую интересную штуку, он говорит, что как-то мы этот период ксенофобии все-таки в Молдове пережили. У нас нету. Желание разыграть национальную карту у наших политиков есть. Но сегодня не у людей. Все-таки долгое проживание вместе и видя, что одинаково мы несем те же самые тяготы, это не зависит от национальной принадлежности. Люди все-таки понимают, что этим не стоит заниматься, это не та тема, вокруг которой стоило бы вести какие-то разговоры. Я очень надеюсь, что те политики, которые избравили такой путь и пытаются разыграть эту карту, им просто-напросто во-первых, с одной стороны даст, преподаст урок общества, с другой стороны я думаю, что наши законодатели, которые принимают законы, в конечном итоге не дадут, ни в коем случае нам сегодня только не хватало разыграть национальную карту. Это будет самая большая беда, самая большая трагедия в республике. А теперь по поводу отъезжающих. Значит, действительно, статистика, конечно, удручающая. Значит, если раньше просто уезжал кто-то один на заработки, оставалась здесь семья, все было понятно, потому что человек ехал зарабатывать деньги, человек присылал, хотя за всеми этими сухими цифрами стоят целые трагедии людей. Иногда человек уезжал, у него появлялась новая семья, новое увлечение и многое-многое другое. Я помню времена, когда в том же Садово я приезжал вместе со своим другом, который там, как говорится, имел, как он называется, молодежный лагерь, и он не мог в селе найти ни столера, ни сантехника. Все приходилось привозить из Кишинева, потому что люди ушли, уехали на заработки. К чему я веду этот разговор? Мы все время говорим о привлекательном образе Молдовы. Я думаю, что когда встречаюсь, вот такая статистика, которая дошла до меня, я встречался с послом Соединенных Штатов, с послом Евросоюза, и когда называются цифры, что, скажем, Соединенные Штаты выложили один миллиард долларов почти, что в экономику республики, что где-то 800 миллионов евро вложил Евросоюз, задаешься вопрос, мы живем и находимся с вами в центре города, ходим по разбитым тротуарам, ездим по разбитым улицам. В разбитом настроении? в разбитом настроении, думаем, как создать новые рабочие места, хотя за эти годы, наверное, такая возможность создать новые рабочие места у нас были. Более того, мы только сейчас озаботились привлекательностью, мы пытаемся там как-то изменить налоговое обложение, пытаемся какие-то вещи внести и так далее. Но ведь у нас все эти годы существовали какие-то ведомства, которые должны были привлекать иностранные инвестиции. Уже они-то прекрасно знали, какие требования выдвигают те, кто хотел бы вложить в экономику республики Молдова деньги. И я думаю, что если бы это были люди чутки и действительно этого хотели, то сегодня нам не пришлось бы отстаивать свою точку зрения. У нас к этому времени уже были написаны все необходимые законодательные акты, которые давали возможность прийти сюда настоящим инвесторам, а не тем, которые приходят сюда с короткими деньгами. Ведь вся беда сегодня, у нас не хватает оборотных средств, у нас не хватает людей. Я все время задаю вопрос, как вообще выходит сегодня из положения даже те, которые занимаются, вот у нас очень сейчас модно все стали большими строителями, где не находят этих строителей? Ведь, насколько я понимаю, большая часть строителей находится за пределами республики. В то же время хотел сказать, наши все политики, понимая, что диаспора в последнее время играет немаловажную роль в их политическом будущем, все пытаются заигрывать с диаспорами. Не буду называть политиков, с которыми я встречался в последнее время, у всех одна мысль, выехать в Италию, выехать во Францию, встретиться с руководительными диаспорами, встретиться с руководительными диаспорами России. Уже недавно узнал, что, оказывается, есть союз гагаузов России. Представляете, сколько в этот союз входит людей, сколько за эти годы покинул гагаузов, скажем, свою историческую родину. и все они хотят, чтобы эти люди 24 февраля, когда у нас будут проходить парламентские выборы, пришли и проголосовали за них. И все они обещают, что действительно сделают так, что они вернутся домой. Дай Бог, чтобы у них это получилось, но от слов до дела, вы знаете, путь не близок, и потом, когда человек уезжает и устраивается, его снова сорвать с нового места будет уже снова обустроено. Будет очень тяжело. И поэтому, если мы действительно этому процессу не уделим должное внимание, если мы действительно не создадим места для нашей молодежи, и не сделаем так, и чтобы не было перспективы. Вы знаете, я как-то выступал на телевидении и бросил такую реплику, вы знаете, от чего у нас беда? Я говорю, лестницу сломали. Ведущий меня спрашивает, какую лестницу? Я говорю, карьерную лестницу, обыкновенную карьерную лестницу. Лифт тот самый. Да, я про лифты не говорю, лифт это из другой серии, но карьерная лестница была. Я вспоминаю, после окончания школы... Бог с ним слев там хотя бы лестничку пожарную поставили. Я помню, после окончания школы пришел на завод, я знал, что через два месяца после сдачи на разряд мне присвоят разряд, что этот разряд следующий под ступенькой, будет другой разряд, и так я могу дойти до мастера, если я пойду учиться в УСЛ, я получу долг инженерную и так далее. Была ясность, сегодня этой перспективы нет у молодежи. Больше самая большая беда. А если нет перспективы... Нет мечты. Нет мечты, человек не состоялся. Человек не состоялся. Поэтому, когда кому-то из молодежи предлагают и говорят, что тебя ждет перспектива такая, 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 то он, конечно, едет за перспективой, за мечтой, как вы правильно сказали. Даже иногда и за призрачной, всякое бывает. Но вот эта мечта... Кто-то сказал, что говорит, политики это торговцы мечтой. То есть в этом есть что-то такое, как бы сказать, Роберт, есть что-то такое бесчеловечное, вот как крысоловы. То есть рисуют фальшивые картинки, предлагают фальшивые фантики, вот эта мечта. А потом молодой человек входит в реальную жизнь и видит, что его обманули. И вот у меня такое впечатление, что вот этот... Я почему крысолову вспоминаю эту знаменитую притчу, сказку, она всеевропейская, всемировая. значит, вот эта попытка повести за этой фальшивой флейтой, вот этой не волшебной, а фальшивой флейтой молодое поколение и не только молодое, оно оборачивается катастрофой для страны, для всего общества, для всех нас, потому что молодежь это наше будущее, потому что мы можем иметь будущее только в одном случае, если у нас будет молодежь, носители, те, кому будет принадлежать это будущее, а ведь мы рождены на свет не просто, что вот мы тут пожили, поели, попили, что-то там и на этом все на земле существование закончилось, мы обычно живем для детей, для внуков, для правнуков, в этом смысл человеческого существования, вот что ты можешь сказать, вот в еврейской среде, в еврейском народе, там много интересных притч, анекдотов, опыт огромных, вот что говорит коллективная мудрость твоего народа, который уж кто по заграницам и по диаспорам и посмотрел и лихо и горе и победы и катастроф, вот. Я вам отвечу одной фразой, вы знаете, давно еще, когда мы только начинали возрождать еврейскую общину и еврейскую жизнь, как его государство Израиль отметило нашего президента первого, Мерча Снегура и меня знаком почетным, на этом знаке все написано одно слово и я соберу свой народ. хорошее вы знаете, прошло уже столько времени, дай пожму руку, вот эта идея собирания народа, не разбрасывания, а время разбрасывать камни и время собирать камни, я думаю, настало для нас время озаботиться собиранием народа. Вы знаете, вот сейчас озвучена статистика народа, населения, она настолько грустная, она касается не только нашей страны, она касается самых развитых стран. Дело в том, что везде этот кризис остро ощущается, и в Германии, и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и так далее, поэтому каким процессом эмиграции придан государственный размах. Если вы заметили, каждый государственный пытается в основном кого забрать к себе? Молодежь. Я вспоминаю, что в 90-е годы, когда я первый раз прилетел в Соединенные Штаты, мне показали в этом аэропорту, где принимали эмигрантов из Советского Союза, была надпись, говорят, что слова принадлежат Кеннеди. Там было написано всего два слова. Не вы нам нужны, нам нужны ваши дети. А мне еще понравилось, что сказал покойный Джон Феджеральд Кеннеди. Кстати, сторонник о том, что надо ладить с Советским Союзом, с Россией. Вот это был человек, который, если ты помнишь, знаменитый Карибский кризис, он и Хрущев, они просто спасли человечество тогда. Вот сейчас было еще в Сирии такое от неминуемого столкновения. Мне очень понравилось, как он сказал, этот великий Джон Феджеральд Кеннеди. Он обратился к избирателям, к народу Америки. Он говорит, не спрашивай то, что может сделать для тебя страна, спрашивай, что ты можешь сделать для страны. Великие слова для любого народа, для любого, так сказать, культурного цивилизованного общества. А ведь в основе-то лежит то, о чем мы чаще всего говорим. Мы не имеем государственников, тех самых людей, которые должны были эти слова сделать, как его, производными всех своих дел и начинаний. помыслов. Спасибо. Передача у нас кончается. Итак, мы приходим к такому выводу, что всякие формы ксенофобии, будь то русофобия, будь то американофобия, будь то там любые фобии, все виды антисемитизма, все виды экстремизма, все вот эти попытки смотреть на человека сначала через некоторую ширму ненависти, а потом через прицел автомата, а потом еще, не дай бог, атомные бомбы, я считаю, что все начинается здесь, вот с этого чувства необходимости, уважения, понимания другого, умения слушать другого человека, какой бы он национальности ни был, тем более своего соотечественника, человека, с которым ты родился и живешь на этой земле Молдовы. Большое тебе спасибо. Я думаю, мы еще встретимся, мы встречались, вот в таком ключе, я думаю, побольше нам передач. Что хочешь сказать на прощание? Я хотел сказать о другом, надо помнить о том, что мир все-таки полифонический, и чем больше ты в этом мире слушаешь другие ноты, тем более он цветной, он не черно-белый. Он не черно-белый. Черно-белый только бывает, когда человека мучает зависть и ненависть. Замечательные слова. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Роберт Западинский, как я говорил, человек с большим жизненным опытом, вооруженный мудростью своего народа, человек, который участвовал в создании вот этого знаменитого и замечательного закона о языках, который сейчас пытается предать забвению, что он якобы устарел, а на самом деле пытаются приоткрыть еще одну форточку и калиточку для вот этого удушающего смрада ненависти и ксенофобии. Я думаю, что мы еще встретимся с этим мудрым человеком и не раз. Спасибо за внимание. Будьте внимательны, будьте бдительны. И прежде всего бдительны тогда, когда вы вдруг чувствуете, что вас охватывает какое-то подспудное, какое-то дурно пахнущее вот это чувство осуждения другого человека за его взгляды, за то, что он по-другому живет, он говорит на другом языке. Всегда надо помнить, он ваш соотечественник, он такой же, как вы, отражение в его глазах. Спасибо за внимание. Будьте бдительны. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров